если про весну нет ли особо ценного но это уже разъяснение господи всем такие были бы умные как наши следующий раз покажу ваши фотографии да вы же волшебники просто а я говорю с тем что я причастен к этому вот они перерезанные сосуды это дерево мертвого и ладно еще вот это дебилис уже у меня это много критики был уже когда-то я еще несколько минут когда-то я приводил пример вот носит в лесу растут есть экологическая равновесие там где надо покрывается мхом со стороны севера случайно мхом покрывается старейся ну догадайтесь сами шума в данном случае это шуба и нельзя его сдирать пример лес север значит можете заблудились посмотрели где бог ну догадайтесь для чего бог то нужно все это шуба почему не с юга почему север да потому что северо мороз северо морозный ветер и ледяной ветер холод вот и не только это солнце минимум где на севера когда уже курсишь солнце с юга сходит на востоке это солнце пёк ну то есть проходит когда и южную сторону но это там можно и вот однажды я нашел эту фотографию помните я говорю мы выгребаем листья оставляя деревья голодным обрекаем на голод обрекаем на болезни вот именно с этого начинается все но нету листьев нет еды у дерева разорвана цепочка я еще говорил вспоминаем это просто уже дебилизм идиотизм я говорил как но ведь лесники то в лесу этого не делают они не грибут вот видите вот у него в руках мешок под под листья они выгребают и где лес то дикоростный возрастной этим деревом по 50 по 70 лет вот этим деревом это не парк где выгребает до последнего листочка ради красоты якобы красоты это не аллея это не сквер это не сад это настоящий лес и вот когда я говорил ну хотя бы лесников дебилизм не коснулся и никто не заставляет их эту дурь делать которая процветает сада посмотрите видели а вы видели что делает а это те дети книги которые в 11 классе учили закона менделя вот чему надо было любой ребенок сказал бы к этой администрации который загнала в лес дурью маяться вы чё охерели что ли может быть чуть-чуть покрутили вместо слова охерели вы просто подсказали бы вы что дебилы нас детей которые обучены современным методом которые экология биология и в 11 классе мы уже знаем что нельзя червей лишать это этой пищи лишать червей лишать деревьев вы чё делаете-то это школьники наверняка во главе с учительницей а может быть с учительской биологии она такая же закон ментиля знает а жизни не знает вот теперь все сказал опять получился митинг а я не могу спокойно говорить не могу ладно сейчас мы будем расставаться но как так юрий что-то опять писал но сейчас я не буду смотреть вот прошло 2 часа мы расстаемся на 5 минут 5 минут я на кухню вам рекомендую тоже пойти на кухню выпить чашку кофе он тебе не дать рассказать